И хотелось бы оставить что-нибудь приличное вместо Лукашенко. Я сутки пробыла на Крестино, потом меня судили, на меня составили два протокола. С насельництва заробился народ. Народ с великой литрой. Зовут меня Слава. Мне 71 год. На пенсии я уже не работаю. Год, 70 лет ушел с работы. Работал главным инженером. В акциях принимаю участие давно, с самого начала. Когда я прочитала под своим обращением к Караеву, что у нас марш, я естественно встала и пошла. Ну а потом вот случился марш, который вот нас газом травили, если вы помните, было такое. Так, это случилось, после этого людей еще стало больше ходить. Коли люди бачили, что весь народ, весь литерально голосуя супрать Лукашенко, не столько за Светлану, сколько супрать Лукашенко. Там неважно, кто бы был, Бабарыка, Цепкала, неважно. Их не было, Светлана была, так за Светлану. И раптовно таки плевок у душу всему насельництву. Причем нахабны. Причем самый нахабны неприкрытый плевок у душу. 80% намалевали гэтаму. Ну, ожидания на 9 августа, ну были, но я не ожидал быстрой победы. Да, есть кто поддерживает, но их даже и не 3%. Их процент один наберется, кто поддерживает Лукашенко среди пенсионеров. Вот моих знакомых, мое окружение, что я обращаюсь, по работе даже сотрудники. Ну, работал на металлоприватующее предприятие, там большой же средств. Не надо говорить, что там люди все, какая-то творческая интеллигенция. Да нет, там простой средств. Нету там поддержки Лукашенко, нету. Меня пригласили, порылся у себя в телефоне. Вы? Я. Вы там были? Была. И на всех была, говорю, не волнуйтесь. А он, и буду. А он, значит, вы признаете вину? Нет. А почему? Я говорю, по Конституции я имею право на свободу слова, свободу собраний, свободу передвижения. И на минуточку говорю, свобода мирного протеста у нас мирного. Если иное, мне не помогло. Ну, вы же понимаете, надо, я говорю, хорошо, расскажите мне. Вот надо там, вот по разрешению. Я говорю, во-первых, оно по Конституции не надо было. А то, что вы их писали в 96-м году, это имело рекомендательный характер. Я послушала рекомендацию, но я живу по Конституции. А по Конституции мне можно. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы выйти, давайте уже не будем лукавить. Нам надо заплатить за скорую помощь, за уборку территории, за то, что милиция меня будет бить. Может быть, даровой дубинкой, я не знаю, но это немалых денег стоит. Так вот, расскажите мне, как я свое конституционное право могу? А осуществить за свою пенсию. Почему хожу с пенсионерами и на акции? Потому что стыдно. Стыдно нам оставлять эту Беларусь с этим президентом, которого мы привели к власти, наше поколение. И хотелось бы оставить что-нибудь приличное вместо Лукашенко. Да, страшно, да, больно, да, опасно ходить на акциях. Но все мои друзья ходят, много моих друзей ходят. И не надо забывать, что если бы дали возможность нам выйти, если бы нас не терроризировали, не гоняли, не заставляли бегать, не преграждали путь, то это был бы огромный 100-тысячный марш пенсионеров города Минска. Вот была характерная ситуация, когда встретились два марша. Шли пенсионеры и на марш пенсионеров был. И тогда провластный марш был организован с красно-зелеными флагами. Там отставные ветераны, отставные мужики, где-то 50 лет им, ну 60, не больше. Это привезли, просто боевую команду привезли, чтобы она показала, что якобы существует поддержка. А потом что стало? Потом сказал наш господин президент, убрать людей с улицы, у нас все тихо. И они пошли, и они как церберы, как его вот эти вот гончие псы, они побежали все это выполнять. Хотя надо сказать, что им очень некомфортно воевать со стариками. И если раньше избивать пенсионеров считалось как-то западло по терминологии нашей воровской власти, бандитской, то сейчас уже это не западло. Можно ударить пенсионера, можно толкнуть, можно в автозак кинуть. Первое силовое воздействие на пенсионеров было, когда медиков мы отбивали. Возле пытались захватить медиков, пенсионеры стали их отбивать у ОМОНа. Возле пытались захватить медиков, пенсионеры, 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 пенсионеры. А потом постепенно все время перегораживание, все время отсекание, непускание, толкание. И последнее уже в автозак начали кидать. Ну вот знаете, мы бы ушли, да к нам большие деньги надо платить. А где нам взять 12 тысяч долларов? Ну это мне уже на последнем марше парень сказал. Ну вот такие вот пытаешься разговаривать с милицией. Я бы, говорит, ушел, а так хотел быть офицером, хотел бы служить, а теперь, говорит, а теперь все, говорит, все, все рухнуло, не знаю, что делать. А таких денег у меня нет, и у мамы моей, и у родителей нет. Ну вот, и смотрят в другую сторону, потому что если увидят, что я с вами разговариваю, меня могут посадить. Нас об этом предупреждают каждый день. И они перекрыли все, всю площадь охопили черной хмарой. И стали нас стеснить. Пригнали 34 великих автобусы, Икарусы, и стали усих загружать у Икарусы. Я одному офицеру сказал, я говорю, я литерально не ишел на эту импрезу, я ишел в червоный костер помолиться. Ут им лику и за ваши души черные, каб вы стали людьми нареште. Так я его уговорил. И он, каже, добра, рассунул гэты ланцух ОМОНовский и пропустил меня у костер. А у всех опошних загрузили в автобусы, повезли, и самых таких активных покинули на Крестина на сутки. Нельзя, чтобы нас топтали, чтобы нас с грязью мешали, чтобы нам лгали, чтобы нас били, насиловали, убивали. Надо бороться за демократию. Мне, чем больше тиснуть, тем больше у меня злости. Ну, не все такие люди, конечно. И многие не хочуть выходить минавито из-за того, что это штрафы, что это затримание, что это Крестина там и так далее. Просто не хочуть выходить. Хотя у души яны не меньше, так сказать, ненавидеть гэты режим, чем я. Просто сейчас тяжело сказать, что пошло на спад, ну и коронавирус, зима, это все вместе тоже, естественно, играет большую роль. Я выхожу и не знаю, что я больше боюсь, или милицейской дубинки, или заболеть коронавирусом. Неизвестно. Поэтому сейчас нельзя говорить, что пошло на спад. А чем это завершится, я думаю, что экономическая ситуация в стране, она ухудшается. По моему бывшему предприятию, я это наблюдаю, оно небольшое, малое, но катастрофически стало все намного хуже. И это коснется всех остальных и наших, даже флагманов нашей экономики. И коснется всех, и он власти долго не продержится. Лукашенко не продержится. Это и мы ему не дадим, это и мировая, мировые державы не дадут, я надеюсь. На Россию надежда слаба, ну а на мировые державы, европейские, американцы, у меня большая надежда.